ну что друзья привет и с вами я михаил шилов автор проекта макивара.ру в этом видео мы разберем такую технику которая является визитной карточкой карате эта техника шута учи шута учи очень многообразная и богатая техника рассмотрим ее в аспекте значит отработки на макиваре в самых разных вариантах обычно мы привыкли видеть что шута когда набивкой занимаются набивают по какому-то предмету да по бревну там помните как в ну погоди там заяц набивал там заяц мог там да заяся заяся брав и был удар шута вот ну те кто занимается каратэ чаще видят его в аспекте сай шута и шута уки учи такая техника которая часто применяется в ката вариантов исполнения этой техники много вот что касается формирование кисти чтобы вопросов потом сам не было значит в ката любят когда пальцы сжаты существует масса способов формирование шута разные мастера показывают по разному поэтому чтобы снять непонятки я сам скажу что все способы наверно правильные я буду применять сам свой один из распространенных значит часто применяют сжатые пальцы до плотно соединенные между собой кто-то подгибает указательный палец кто-то любит наоборот пальцы расставленные и кисть напряжена вот я сторонником являюсь данного варианта почему ведь я к нему с мы пришел именно благодаря работе на макеваре если пальцы сжат то инертность после отмот удара и при деформации сам кисти очень сильно и пальцы вжимаются в друг дружку вот и возникает болезненность там где она быть не должна а именно в пальцах прежде всего если же мы формируем пальцы как я называю это виллы и наносим таким способом значит удар то у нас хорошо напрягаются и стабилизируются все мышцы червянообразные мышцы и все такие и всякие прочих которые пальцы раздвигают они взаимно друг друга компенсируют силу и стабилизации происходит очень жесткая кисть напряжена очень четко и получается хороший удар значит безболезненно причем очень важно понимать что удар шуту не наносится значит костяшками со стороны мизинца с незапястными непястными костями носится мягкими тканями гипотендера поэтому кисть всегда слегка подвернута ладонной поверхностью на то что мы бьем для вот это тоже очень важный момент ну и существует еще масса других аспектов которые я в данном видео не буду разбирать моя задача сегодня показать способы значит работки на макеваре почему потому что их на самом деле очень много за пределами сай шуту и шуту учи уке существует масса других вариантов таких как сото шуту причем все варианты могут исполняться в самых разных направлениях и плоскостях чего очень часто не показывают не в базовой техники не в технике кумитэ не в технике кихон и пон кумитэ гахон там шобутом и пон кумитэ этого нету не разбирается в бункай очень часто эта техника хотя она присутствует а уж на макеваре вот максимум что работают а доса и шуту и может быть сото шуту все больше ничего не видел в том видео которое можно сразу получить в интернете хотя на самом деле технику шут очень богатая начиная от рубящего удара сверху также а восходящего удара снизу в основном наносится в нижний уровень а в пах также это различные полубоковые там удары такие как тоже нисходящие техники по ключицам по шейному сам треугольнику техники удара сбоку восходящие техники под 45 градусов то есть найти можно крестить что называется по всем направлениям шуту более того его можно носить не только со стороны но и под 45 градусов и прямо на противник все зависит от положения руки и вот это вот все можно значит срабатывать на макеваре техника должна быть богатая больше всего разнообразие приветствуется при технике с набивки при технике максимальной постановки при максимально сильном ударе лучше конечно занимать положение в линиях м бузен об этом рассказывается очень подробно в моем курсе макевара стартинг и в приложении к нему нюансы для макевары вот об этом тоже не буду говорить сейчас здесь покажу какие способы проработки есть давайте посмотрим итак самая распространенная техника сай шуту техника наносится как четко бок так и под 45 градусов а также на макевару таким образом значит стоит на зерна на самом деле разобрать шуту и технику серу то челюсть быка когда удар наносится точно этим же самым может быть местом но по-другому немножко формируется кисти то есть в шуту рука прямая серу то рука таким образом согнутая это удар между ты еще и шутов носит как правило вперед таким образом таким образом таким образом сюда вот поэтому в зависимости от угла особенно когда мы наносим удар почти вперед на макевару здесь уже получается почти сируту и даже не почти а именно он есть вот это сайшу сайшу то можно носиться зависимости от положения тела а также взяты мишени вверх может наноситься вниз и это покажу потом на макеваре камертон следующая техника распространенная техника сотошут также можно носиться четко со стороны можно носиться под 45 градусов таким образом не наносится вперед неудобно вот под 45 градусов академично и наиболее сильно можно их сочетать при набивке то есть сайшу то тогда можно прорабатывать сразу две руки и темп проработки темп самой тренировки и интенсивность получается кратно выше чем когда вы наносите по одному удару потому что получается контрафаза вот значит следующий вариант который у нас есть это шуту учи шуту учи занимаем прям ту позицию которую надо это капуцу да чевката чаще всего и наносим удар ну вот это три наиболее характерные техники которые применяют чаще всего именно в этих вариациях то есть сай как я еще говорю соту и у к таким образом и то что чаще всего не применяют это удары сагитальной плоскости практически удары идущие на макевару непосредственно ну вот а также различные удары по нижнему уровню и по верхней верхней уровне ну если плана макевара выше и села удар приходился бы сюда то есть вообще прямая техника сюда таким образом таким образом то есть просто макевару вешаем выше и наносим удар прямо точно также удар наносится вниз давайте перейдем на большую макевару я покажу техники удара нижний уровень одна из очень удобных техник для кумите это нанесение шуту нижний уровень сагитальной плоскости таким образом как это применяется в кумите мы предположим мы поняли блок и внесли противнику удар в пах можно носить в стойке прямо в пах в уличном варианте в стритфайле когда противники находятся по сторонам удар идет в пах непосредственно удар в челюсть повосходящий тоже секущий вверх таким образом в сторону очень выгодна техника когда вы не можете отсюда нанести удар чтобы развернуться вам надо сюда нанести удар причем противник у вас окажется сзади другой их 2 вы наносите удар как раз отсюда если вы понесете верхнюю точку в голову противник заметит а снизу удар очень часто оказывается незаметным особенно в нижнем уровне очень выгодна техника наносится как ты цуй так и шуто и также это все нарабатывается на противник сталь и он сюда вниз может запущен их рук таким образом также она делается на понижение в более таком спортивном варианте применяется на при бросковой техники когда идет какая-то борьба захвата будет удар в пах тогда противник рефлекторно немножко подергивается вверх защищая пах то есть подвигает его вы спокойно проходите на бросок вниз и на бросок он вам сам запрыгивает на плечи для того чтобы вы применили какую-то бросковую терминку очень много тогда наносится над коленом этот удар с внешней стороны с внутренней очень выгодно и удары по нисходящей сам траектории по нисходящей когда вы бьете фактически прям можно носить сверху вниз на макеваре это не очень удобно делать а вот вперед больше да очень бог удар наносится вплоть до того чтобы наносить его прямо в лоб но лучше всего это лицевой череп со стороны скул со стороны висков немножко сбоку противник развернулся мы оказались немножко сбоку если удар прямо вперед височную ну вот мы рассмотрели несколько вариантов как можно отрабатывать удар шуту уке или шуту учи или шуту учи уке на макевари в зависимости от того какую технику применяете если это больше блоковая техника это шуту уке если это ударная техника то это шуту учи если это блок которым вы перебиваете руку противника или ногу то это шуту учи уке видите сколько много существует осей траекторий и плоскостей которые можно задействовать при набивке на макеваре поверхности их шуту точно так же в тех же траекториях производится и постановка за исключением таких моментов что абсолютно боковые техники для постановки не годятся там больше важен хлыст и скорость то есть на пробив макевара такими техниками не работается там важно именно резкость удара если вы работаете макевару на пробив ставите постановку глубокого рассекающего удара который проломает или проломит самих ключицу перебьет шею носите в основании черепа или по затылку то надо выбирать такие траектории при которых максимально конечные движения и заход в макевару ударной поверхности будет совпадать с поступательным движением тела то есть это в основном удары либо вперед на макевару непосредственно вперед либо под 45 градусов когда вы переносите центр тяжести со стороны 45 градусов на макевару руку ведете по кругу в итоге у вас оконечное равнодействующее это четко и перпендикулярно по макевару и максимально силы переноса центр тяжести идет тоже в макевару таки вот туда туда в таком случае удар получается мощный и пробивной можно реально пробивать на глубину противника поражая глубоко лежащие глубоко лежащие структуры как правило это кости вот или внутренние органы ну кости это позвоночник имею тоже ввиду когда мы говорим предположим о шее и еще важный принцип при отработке пробивной техники на макеваре а также и при набивке это мучими залипание макевар не надо отдергивать руку при ударе это совершенно неправильный вариант который ничего не дает вообще не не для техники не для чего удар сначала должен быть завершен и только потом дана должна быть убрана рука если выполняется все это правильно то скорость возврата руки будет примерно такая же но только у вас максимально вся сила руки и силы поступать на движение тела войдет в макевару если же вы отдергиваете руку сразу у вас еще рука не разогнулась до конца она уже сжимается назад как сокращаются мышцы в итоге мышцы работают анагонисты на разрыв это раз перенапрягаются сухожилия связки это два и вы максимально удар не вкладываетесь потому что нету сброса в конечной точке есть их лыс возможно но вложение в удар как так отсутствует всей массы руки или массы тела поэтому обязательно должно быть вылипание в реальном исполнении вы ударите и быстро вытащите руку будет выглядеть так это касается тех кто на топонирует и говорит нечего там оставлять руку противника захватит нет не захватит ударить и вытащите сразу же прям выверните еще сильнее причем вы не просто рукой выверните а вы воспользуетесь движением всего тела как туда так и назад то есть туда всем телом назад всем телом в итоге получится очень сильно ну а на сегодня с этим все обязательно подписывайтесь на мой канал посещайте сайт макевара точку ру и работайте на профессиональных макеварах макеваре мбш и на макеваре камертон шилова всем пока и и и и и а и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...